Отлично. Ну, за час постараемся успеть основой, я расскажу, структурой организации студии, основой стандарта профессии, конечно же, которую мы сейчас с коллегами разрабатываем. Ну и если у вас будут вопросы, практически по любой теме, потому что за 10 лет работы мы эту тему вдоль и поперек изучили, изъездили и оттестировали, поэтому практически на любой вопрос есть, так или иначе, какой-то системный ответ, который я смогу вам дать, исходя из вашей ситуации. Первая у нас тема – это стандарт профессии, дизайнеры интерьеров. У нас в стране на данный момент не существует стандарта профессии дизайнера, есть дизайнер среды, если вы посмотрите в официальных документах, в вузах все будут выпускаться как дизайнеры среды. Те, кто есть, а у дизайнера интерьера нет. Мы посчитали, что это немножко несправедливо, более того, в нашей студии была организована именно работа такая системная, последовательная, чтобы иметь возможность брать сотрудников и работать. То есть дизайнер делает дизайн, а менеджер этим всем управляет, визуализатор делает визуализацию, чертежник делает чертежи, то есть каждый, чтобы занимался своим делом и делал это профессионально, умно, и чтобы в этом деле находил свое предназначение и призвание, чтобы он в этом деле был перфекционистом и получал истинное удовольствие от своей работы. Мы разделили все функции дизайнера на составляющие и, соответственно, прописали это все в документах. Нельзя сказать, что это должностная инструкция, это не должностная инструкция, это больше документы, где у нас указаны и показаны границы ответственности одного специалиста и второго специалиста. И суть и самая интересная составляющая всего вот этого действия, всего стандарта заключается в том, что мы, по сути, когда я сам рос, когда начинал свою работу, начинался визуализатор и постепенно становился дизайнером, потом организатором студии, я нанимал людей и постоянно у меня был такой вот рост из сотрудников, которые делают вообще все, работают на работе, в такую единицу боевую, которые делают сначала дизайн, а потом работают с коллегами, распределяя задачи. Сейчас я выполняю в своей студии иногда роль ведущего дизайнера, но в основном моя роль и моя должность – это арт-директор. Это значит, что я отвечаю за качество и я должен проверять все работы, которые выполняют наши сотрудники, что эти работы соответствуют философии студии, нашему пониманию прекрасному и тому, чтобы нам было вообще не стыдно за то, что мы выпускаем. А ведет проект менеджер с ведущим дизайнером. Они общаются с клиентом, они участвуют во всех переговорах необходимых, согласовывают цвета, материалы, картинки. В общем, идет именно такая работа. Им помогают, конечно же, другие дополнительные специалисты. Это обмерщик, это визуализатор, это комплектатор, это менеджер с ведущим дизайном работает. И вот таким образом такая команда насчитывает 10 разных ролей, 10 разных специальностей, которые можно разделить, если будет такая необходимость, или объединить в одном специалисте. Так или иначе, мы когда работаем в дизайне, я думаю, что вы тоже это знаете. Кто из вас дизайнер? Поднимите, пожалуйста, руку. Есть? Ага, многие. Отлично, уже работает. Супер. Ну, вы тогда не дадите здесь обмануть, понимаете, что в любом случае все 10 функций, они так или иначе в нас объединены. Давайте их перечислим для начала. То есть, первое, это обмерщик. Сначала у нас происходят функции, которые требуют выполнения каких-то определенных задач. То есть, у которого есть определенное задание, есть правила выполнения этого задания и есть определенный конец, который можно передать на следующий этап. Что это? Это первый, это обмерщик. Второе, это дизайнер. Дизайнер делает подбор мебели, делает планировку и концепцию. Дальше, чтобы это все делать, визуализировать, есть визуализатор. Чтобы это начертить, есть чертежник. И еще есть у нас декоратор. Ну, опять же, он может быть в студии, может не быть. К примеру, в нашей компании нет декоратора, потому что наша услуга не подразумевает того, что мы будем в конце именно декораторством заниматься. Тем не менее, в вашей компетенции, в вашей студии или в других студиях такая услуга может быть, клиент эту услугу может захотеть. Поэтому мы должны, естественно, иметь такого специалиста, который подтянется и сделает. Поэтому для того, чтобы выполнить дизайн интерьера, нам нужно 5 рабочих специалистов. Это, можно сказать, специальности. И эти специальности объединяются либо в одном человеке, либо разделяются на несколько. Теперь мы умеем и мы делаем именно вот эту работу для того, чтобы у нас был результат по каждому этапу, который соединяется между собой и по этапам идет один за другим. Но этого недостаточно. Это только начало. Потому что половина работает и сделает, собственно, сам проект, вторая половина его сдать, клиенту защитить и согласовать и провести в процессе. Потому что, кроме того, что нарисовал планировку, ее нужно согласовать. Подобрал материалы, нужно согласовать. Нужно увязать это все дело вместе, и чтобы это работало. И для этого есть другие должности, которые называются еще 5 должностей управляющих, которые являются более опытными, ну, по сути, специалистами, либо более продвинутыми должностями, которые так или иначе присутствуют в дизайн-проекте. Вы с этими должностями тоже сталкиваетесь, и они есть у вас тоже внутри. Давайте их тоже назовем. Это 5 основных должностей. Это ведущий дизайнер. Что делает ведущий дизайнер? Его ключевая компетенция, естественно, у него есть все навыки дизайна, он может сам сделать дизайн, это не проблема. Но он его не делает. Он не делает дизайн, потому что его задача, самая главная, это делегировать частички этого дизайна, раскидать на исполнителей, раскидать на своих товарищей, которые сделают собственный этот дизайн. И его ключевая компетенция является в том, чтобы принять, все объединить воедино и согласовать с клиентом. То есть он согласовывает с клиентом, и он смотрит, чтобы все это совмещалось, сосчиталось так, как было в техническом задании. Он такая голова. Это, на самом деле, самая творческая единица, которая и является, по сути, таким автором и генератором проекта. У него есть в помощниках менеджер. Ну или не в помощниках, они на самом деле работают в команде. Я, ну, достаточно творческий человек в плане работы в творчестве, да, и, может быть, у вас тоже вы сталкивались с такими проблемами. Я, по крайней мере, точно с этим сталкиваюсь. Что, когда я что-то рисую, либо когда я что-то придумываю, я одновременно не могу, ну, вести какую-то бюрократию, не могу вести административную работу. То есть, именно договор, следить за финансами, работать с клиентом, когда мне нужно, допустим, выставить дополнительный счет, как-то неудобно. То есть, только что ты общался с ним, и вроде как в дружеском начинании работаешь, а потом тебе вдруг надо счет дать, и говорит, давай подпиши. Ну, как-то не очень себя чувствуешь, некомфортно. И таких ситуаций, на самом деле, достаточно много. Но фокус в том, что если эти ситуации не разруливают, то мы будем уходить просто в минус. Я помню очень нехорошую ситуацию, когда я начинал работу, и мне пришлось переделывать проект, я делал салон красоты, и мне пришлось его переделывать просто четыре раза. Потому что с клиентом мы, ну, так, более-менее подружились, и он говорит, а вот давай еще, давай еще, мне было очень сложно отказать. Вот такую ошибку многие совершают, и чтобы ее не совершать, всегда нужно понимать и держать у себя в помощниках именно организационного человека, который точно проведет все по договору, который точно сделает так, чтобы финансы были на месте, и который разъединит отношения финансовые и отношения на проекте. И это является очень полезной частью для самого проекта. То есть это полезно и для клиента, полезно и для нас, и полезно самое главное для проекта. Потому что именно ради того, чтобы проект был сделан, мы работаем, мы пришли в эту профессию. Если этого не соблюдать, то, к сожалению, мы будем уходить в минус, и проект рискует просто быть недоделанным из-за всяких недовольствий. В общем, ведущий дизайнер плюс менеджер работают на проекте, и у них есть дополнительные тоже ребята, которые им помогают. Но еще один, третий, получается, из управленцев, это комплектатор. Мы делим работу на проекте и работу на комплектации, и рекомендуем так делать всем. Неважно, как это прописано или как вы делаете на самом деле, ну то есть вы можете в процессе проекта вести комплектацию, можно заранее выезжать в магазины, можно подбирать, можно комбинировать, все что угодно можно делать, но самое важное, что это нужно каким-то образом прописать в договоре. Если в договоре этого нет, то, к сожалению, если это все смешано в единую кучу, то непонятно, где начало, где граница, где граница, и в случае конфликта, вдруг, если он будет, с клиентом будет очень тяжело, потому что, когда подадут в суд, нельзя будет отделить выполненную работу. Она будет вся невыполненная, вам придется просто вернуть все деньги. Если вы все смешиваете, просто это нормально, можно так делать, но понимаете, что вы рискуете. И такие прецеденты были. Закон о защите прав потребителей будет требовать в три раза больше. Заплатили 300 тысяч, вам заправить 900, как миленькие отдадите. Потому что не согласовано и не проведено. Очень-очень тонкий момент. И сейчас все стали умными, сейчас спокойненько и легко через интернет можно в суд подать, можно даже никуда не ездить. И вы потом даже не узнаете, что что-то случилось, когда к вам только уже приставы придут и будут требовать деньги. И таких случаев много. Я общаюсь с юристами, которые ведут именно процессы по дизайну. И это очень серьезная на самом деле вещь. Нельзя ее игнорировать, потому что чем дальше, тем хуже будет. И чтобы работать профессионально, я считаю, каждый специалист, каждый человек должен делать не только творчество, но и какую-то организацию. И в этом плане, с чего я начал, это с разделения именно самого проекта и комплектации. Как минимум в голове, а как максимум в отдельные договоры. Мы делим именно сам проект, он у нас заканчивается именно чертежами, набором 3D-визуализации и ведомостей, в которых показано, что нужно закупать. И дальше мы все это сдали, подписали клиент акт. И дальше, только после этого, мы имеем возможность начать строить, мы имеем возможность начать управление стройкой, мы имеем возможность начать комплектацию. И это становятся дополнительные услуги, которые мы тоже можем дополнительно продать. Эту услугу сопровождает должность, я не говорю человек, или не говорю именно функция, а как комплектатор. Что делает этот комплектатор? Комплектатор именно берет готовый проект, это является информацией, которую он получает себе для начала работы. Там он видит, вот у меня визуализация, значит мне нужно примерно так, вот у меня ведомости, отлично, уже дизайнер подобрал, вот у меня примерная смета, ну или бюджет, который обсудили с клиентом, и вот у меня чертежи. Вот по этим данным я уже могу выходить на стройку со строителем, комбинировать, когда им что нужно привезти из чистовых материалов, и по плану, графику работ, начинать работать. Не надо путать только единственное с авторским надзором. Авторский надзор ведет дизайнер, а комплектацию ведет комплектатор. Это разные вещи. Дизайнер проверяет соответствие цветов, материалов, как то, что мы выбрали, сочетается между собой, как строители построили стеночку и поставили ее. За все это дело отвечает дизайнер. А комплектатор отвечает за условно-хозяйственную деятельность, он должен договориться с поставщиками, исключить агентский договор, получить агентские вознаграждения, получить оплату от клиента за свою работу, привести все вовремя, организовать склад, принять, отдать, если будет какой-то брак. В общем, по сути, это тоже менеджер-комплектатор. У него нет функции, он не уделен функции дизайна. То есть он не может сказать, насколько вот этот голубой-голубой и насколько он подходит к розовому. Он может быть дизайнером как функция, но это не самая главная составляющая его. У него все-таки больше организационная. Его задача привести на объект и показать дизайнеру на авторском надзоре. Зачит может быть сложно, но на самом деле это не так, потому что это все может сочетать в себе так же один человек. Это все может считать все тот же дизайнер, он может быть и комплектатором, и дизайнером, который принимает. В этом случае, конечно, логистика и именно согласование упрощаются, но самое главное, что в голове у нас идет разделение, где мы можем точно сказать, что вот на данный момент моя работа закончилась, и сейчас мы выступаем как другой специалист по другому договору. Это порядок в голове, точность и ясное понимание, что мы должны делать, что мы делать не должны, умение объяснить это клиенту, умение объяснить это подрядчику. Когда ты выходишь, и не важно, даже если ты что-то не знаешь, не обязан знать, допустим, как все стыки делаются, это работа строителей, ты должен знать свою работу от начала до конца. У нас же бывает как в основном, что дизайнера вроде как вообще все должен знать обо всем, это невозможно. В итоге он знает обо всем по чуть-чуть и чувствует себя неуверенно, особенно с каким-то строителем, который начинает его вроде как экзаменцировать по каким-то вопросам, которые его не касаются. Не надо стесняться каких-то вещей, если мы что-то не знаем, но свою часть мы должны знать досконально. Итак, комплектатор. Понятно, зачем занимается комплектатор? Отлично. Еще два у нас специалиста есть, это арт-директор, это человек, либо функция, которая отвечает за качество, как я сказал ранее, он отвечает за инструкции, за шаблоны, за разработку того, что является у нас результатом работы для всех этих специалистов. Этот человек, либо эта должность у нас является основной для того, чтобы показывать результат работы клиенту. То есть перед тем, как, допустим, ведущий дизайнер будет показывать результат работы, он должен быть показан арт-директору, и директор скажет, что можно сделать лучше, как можно сделать более качественней, и либо скажет, все нормально, отлично показывается. То есть это такой внутренний контроль качества, можно так сказать, это основная функция. И пятое здесь, это руководитель студии. Тоже не пугайтесь, не обязательно, чтобы у вас была студия, вы можете тоже быть одни, но так или иначе вы принимаете организационные решения, управленческие решения. Кто-то у вас работает с юристом, кто-то у вас работает с бухгалтером, кто-то у вас работает с сервером, организует, в конце концов за интернет платит, продвижением занимается. Все эти вещи должен организовать именно руководитель студии, и также руководитель студии понимает именно стратегию развития. Будем ли мы делать массово, либо будем мы делать какие-то индивидуальные вещи, что и является нашей услугой, комбинацией этих услуг. В общем, этот человек, эта функция отвечает за то, что студия или вы лично будете развиваться и как будете идти дальше. Вот из таких частей, соединенных между собой знаниями, умениями, должностями и должностными функциями, что делают сотрудники между собой, и состоит стандарт профессии. Мы разрабатывали его достаточно долго, и он у нас появился, когда мы поняли, что есть запрос в государство, мы случайно об этом узнали. Просто увидели, как другие ребята разрабатывают малые секторные формы, и стали искать, стали смотреть, увидели, что, как я рассказывал, у нас нет именно дизайнера интерьера. Поэтому, когда мы посмотрели, как организована наша студия, мы поняли, что с небольшой адаптацией все это дело может лечь в основу вот этого полезного, важного для всех документа. Мы решили, что недостаточно делать проекты, недостаточно зарабатывать деньги, нужно и как-то организовать, в том числе и сообщество дизайнеров, для того, чтобы сообщество дизайнеров как раз-таки защитить от каких-то проблем, которые возникают. Чтобы клиенты понимали, что нужно делать, а что дизайнер не должен делать. Чтобы сам дизайнер, в конце концов, понимал, что должен делать, а что не делать. И мы прописали это в набор документов, которые вы тоже можете скачать и изучить. Если эта тема вам интересна, то обязательно зарегистрируйтесь к нам на сайте, либо напишите по почте. Мы вам вышлем приглашение на участие в дискуссиях, и вы сможете посмотреть, скачать все эти документы и высказать свое мнение по этому поводу. Я могу сказать так, что у нас вообще наша студия, наша компания работает, сначала мы работали в офисе. В офисе, когда работаешь, это все прикольно, прекрасно, вот все начали на энтузиазме, но, к сожалению, развитие в этом достаточно тяжело какое-то такое, ну, плодотворное и долгоиграюще организовать, потому что много проектов, много сотрудников, нужно больше офис, больше людей, людей, опять же, которые находятся где-то поблизости. И мы решили, я несколько лет назад решил полностью поменять концепцию и перейти в современное более русло, это онлайн-проектирование, онлайн-проекты. Мы закрыли, у нас было три офиса, мы закрыли их все, оставили только один для встреч, как представительство, но при этом люди там не работают. Мы встречаемся с нашими сотрудниками один раз в неделю через скайп-сессию. Этого, в принципе, достаточно. У нас есть правила организации, как мы организуем именно работу внутри компании. У нас нет подчиненных, у нас нет исполнителей, у нас каждый человек является очень важным, выполняющим свою функцию. У нас руководитель точно так же важен или арт-директор точно так же важен, как и чертежник. Каждый выполняет свое дело, и если люди знают, что делать, то не нужно их контролировать, не нужно их мотивировать. Каждый занят тем, что ему нужно делать именно по этому проекту, и не нужно никому ничего напоминать. Чтобы все это дело работало, мы внедрили единую систему управления, у нас это сделано в виде BSN, где есть последовательность действий на дизайн-проекте. Эта история называется «Сценарий ведения дизайн-проекта», где прописано буквально по должностям и по полочкам, что кто должен делать, что в начале проекта начинается, что в конце, что в середине, как взаимодействовать между собой люди. Вот такой сценарий прописывается, отдается сценарий этот дизайнеру и менеджеру. Естественно, желательно, чтобы люди прошли какое-то некое обучение. Без этого, к сожалению, тяжело, и зато тогда потом это все работает как единый механизм. И вот к этому мы стараемся стремиться и стремимся прийти. И это уже получилось. И в результате у нас получился документ в виде стандарта профессии, который мы организуем у себя и рекомендуем тоже организовать это вам. Вот примерно такая история по организации. По должностям 10 позиций основных, по внутренней организации систем введения проектов, при этом офисный нужен. И самый главный плюс в том, что у нас работают сотрудники, не обязательно из Москвы. То есть, если мы делаем проекты в Москве, допустим, у нас нужно, чтобы только на месте был ведущий дизайнер, потому что он выезжает, осуществляет авторский надзор и комплектатор, который на месте тоже это все организует. Все остальные могут где угодно. Нас ребята с Киева работают, из Питера работают менеджеры. Наши менеджеры было время, когда уезжали в Таиланд работать. То есть, там вообще все равно, где кто находится. Главное, чтобы были на связи в выговоренное время. И так как связь тоже сейчас доступна, то у нас нет никаких границ именно по работе, по ограничению. Мне такая концепция очень нравится, нет ограничения по месту, где кто находится. И на самом деле это дает свободу. То есть, люди могут работать, когда захотят, когда им удобно. Не обязательно ходить в офис, можно жить где угодно и выполнять любимую работу. Мне кажется, это прекрасно. Вот примерно так по организацию сотрудников. Есть ли какие-то вопросы? Давайте. Давайте. Можно микрофон? Спасибо. Пока думаете, какую следующую тему могу про привлечение клиентов, могу про еще организацию, могу про бренд, что угодно. Может быть, ваши какие-то вопросы. Санислав, здравствуйте. Меня зовут Людей. Я достаточно долго наблюдаю за вашей компанией. Вопрос в следующем. Вы рассказали про 5 специалистов, 5 направлений, на которых держится проект интерьеров, ведение всей этой истории. Получается так, что нет привязки географической специалистов к офису, к конкретному месту. В таком случае, кто проводит презентацию проекта перед заказчиком, если все разбросаны по всему миру? Заказчики сейчас тоже интересные пошли, никто не хочет встречаться. Ну, то есть, даже если ты можешь пригласить куда-то или приехать, не обязательно приезжать. У нас очень разные совершенно клиенты, и все они спокойненько принимают презентацию по скайпу в режиме демонстрации экрана. Либо, если это даже невозможно, то есть они очень занятые, где-то постоянно не онлайн, то в этом случае мы записываем просто видео, также на ютубе, где ведущий дизайнер проводит презентацию. Если отвечать на вопрос, то есть функция, которая называется презентация проекта, либо презентация решения, которая включает в себя презентацию, получение комментариев и в итоге дальше согласование. Этим всем занимается ведущий дизайнер. Как он это сделает? В принципе, меня лично не касается, потому что ведущий дизайнер сам может договориться с клиентом, как ему удобнее. Если я ведущий дизайнер, допустим, у меня клиент рядом с моим домом находится, мы договариваемся, что мы встретимся либо в соседнем кафе, либо у меня в офисе, он приезжает. Это один из способов. Другой клиент находится в Москве, например, в центре, но он говорит, мне ехать не хочется, да и вам, наверное, не нужно. Давайте посмотрим все по онлайну. То есть это технология. Технологии сейчас у нас развиваются семимильными шагами, и их не использовать глупо. То есть у нас такое у многих заширенное мышление, что вот обязательно надо встретиться, обязательно в глаза смотреть. Не обязательно. Это не нужно, а иногда даже лишнее, потому что больше мы переходим на эмоции, а меньше говорим конкретику. Поэтому спокойненько мы практически 90% всех проектов, где бы они ни находились, мы согласовываем с помощью демонстрации по скайпу. И делает это ведущий дизайнер. То есть фактически, получается, есть ведущий дизайнер, который привязан к требованиям заказчика, к локации или к тому, как будет... У заказчика нет требований. У него есть желание сделать хороший интерьер либо хороший поиграть себя. Хорошо. И второй вопрос, если вы позволите. Конечно. Раз уж мы заговорили про заказчиков, и заказчиков, которые современные, и готовы общаться онлайн по скайпу, витсапу и так далее, то вопрос следующий. Как вы находите этих заказчиков, как вы знакомитесь с крупными компаниями, с которыми можно так работать? Потому что достаточно актуальный вопрос. По опыту и по практике получается так, что все крупные компании любят, когда к ним приезжают в офис, презентуют проект, собираются там все директора, и происходит процесс презентации. Ну да, есть частные заказчики, которые готовы общаться по скайпу, не часто находятся дома, видят все... Я понял вопрос. Смотрите, мы стараемся не работать с корпоративными клиентами, это не наш конек, мы это не сильно любим. Хоть этими именами приятно и здорово рассказывать... В начале презентации рассказали про Сбербанк. Да, да, конечно, то есть это прикольно. Но на самом деле это не наше главное преимущество, мы в основном заточили нашу систему при работе именно для частных клиентов. Я сейчас объясню почему, а потом отвечу на тот вопрос. То есть есть кардинальные две большие разницы в организации работы для частных клиентов и для клиентов корпоративных. Для частных, в принципе, время не сильно играет значение, то есть там очень редко бывает, когда мне нужно срочно-срочно, вот прямо сейчас. Чаще всего являются ключевыми показателями качества, ну, понимания клиента и нашим. И, ну, в общем, что было сделано хорошо и что было сделано под клиента. С точки зрения бизнес-составляющей, там важно, конечно, там срок описаться, учесть всякие разные инженерные системы других людей. И чаще всего там, это проекты такие у нас называются не системные, проекты с дедлайном, на которые нужно мобилизовать всю команду, и они не идут по системе, они не идут по сценарию, они идут по-разному. Мы очень долго работали именно в таком вот дедлайне, да, постоянных вот таких вот спринтах, режимах, и это было наше управленческое решение стараться от этого отойти. Поэтому мы не стараемся, мы не ищем этих клиентов, когда они нас уже сами находят, ну, допустим, там, по сайту, по интернет, либо по знакомству, так как управляющие приходят из одной компании в другую, тогда мы соглашаемся делать. Как вы говорите, там надо выезжать. Да, надо, конечно. Конечно, надо, и когда вот мы делали, допустим, ну, ГАЛС, это Москва-Сити, там большой терминал, конечно, мы выезжали, да, но мы отмазали, чтобы не участвовать в совещаниях, мы только согласовывали свои проекты. Но это интересно, то есть общаться с топ-территорами, это очень классно. Но мы, опять же, к этому не идем. А мы заточились на частников, потому что найти их тоже достаточно просто. То есть для того, чтобы даже не мы их ищем, а они, получается, нас ищут, потому что мы показываем свою экспертность и показываем свои работы. И дальше уже не встает вопрос, типа, как нужно согласовывать или как нужно с ним работать, потому что ты сам, как эксперт, имеешь возможность говорить, как это должно быть. Есть вообще две глобальные большие темы по привлечению клиентов. Это привлечение клиентов, когда у тебя отдел продаж, активная продажа, когда ты ищешь, ты звонишь, ты можешь найти этих людей и убедить, что надо у тебя заказать. Это отдельная большая история по построению отдела продаж. Я этим не занимаюсь, я в этом не профессионал, я это не умею. Есть многое компании, курсов, тренингов, по холодным обзонам и по всему остальному. Я в этом не экспертный специалист. Я стараюсь привлекать клиентов именно за счет экспертности и за счет известности, за счет пользы какой-то. Они сами, по сути, ко мне приходят. Поэтому вот так. Ну, то есть, как я понимаю, есть сайт, есть социальные сети. Ютуб очень много людей приходит по Ютубу. Половина, даже больше, наверное. А, есть Ютюб, есть лекции образовательные, познавательные и так далее. Ну, вроде тех, что проходит сейчас в Гранте. Например, да. Ну, и, собственно, популяризация мастерской, это и есть, собственно, залог... Скажем, подхода, да. То есть, ты делаешь проект, рассказываешь, почему он был сделан именно так, рассказываешь какие-то особенности, люди любят это смотреть и они... Людям же тоже очень сложно найти эксперта. Но видеоинформация, она воспринимается гораздо проще. Она показывает тебя именно... То есть, ты не обманешь на видео, да, то есть, ты можешь текст написать или кто-то за тебя напишет. На видео ты не можешь соврать и ты не сможешь... То есть, видно, ты эксперт, ты понимаешь фишку или не понимаешь. И люди, которые принимают решения, это очень быстро считывают. И, по сути, они даже не будут ничего смотреть. Они просто посмотрят, там, три минуты, так, о, давай вызываем. Допустим, я тоже так делаю. Вот у нас пример был. Нам нужно было Wi-Fi поставить в офис. Ну, сейчас мы делаем. Большой. И что мы нашли? Мы нашли какую-то статью и там парень рассказывал, как вот он заморочился и в каком-то торговом центре он сделал этот Wi-Fi. И я вообще даже не стал разбираться. Говорю, давай, вызывай его. Он уже сделал, он написал статью, он нам сделает. Все, даже мы не будем копаться, время тратить. Мы вызываем, платим сколько надо и вообще не паримся по этому поводу. Вот люди, у которых есть деньги и которые не считают последнюю копейку, они решения именно таким образом и которые именно так принимают решение. И которым мы не будем приходить и презентоваться. Они говорят, ну, расскажите, почему вы хорошие, почему мы должны у вас заказать. Я говорю, вы не должны у нас заказывать. То есть, можете не заказывать. Ну, тот другой подход, кто кому должен. Хорошо. И возвращаясь еще раз к тексту лекции, вы говорили о том, что специалисты, они равны друг перед другом. Нету главного, второстепенного. Эта история как-то отображается на вопросе ценообразования зарплат внутри мастерской. Конечно. У нас ценообразование, во-первых, оно открытое, тоже могу сказать. Каждый знает, сколько кто получает. Более того, у нас прописана и построена карьерная лестница. То есть, если ты приходишь, ты приходишь начинающим специалистом, на должность специалиста, в этом случае ты понимаешь, что ты работаешь, и чтобы выйти на следующий уровень, четыре уровня у нас всего есть. Специалист, старший специалист, менеджер, арт-директор. В этом случае у тебя зарплата исчисляется плюс 20% в каждой должности. И ты можешь понимать, используя стандарт профессии, какие тебе нужно получить навыки, умения, и какие действия ты должен уметь делать, для того, чтобы перейти на следующий уровень. И очень просто. Если ты, допустим, сейчас работаешь дизайнером, и ты хочешь быть ведущим дизайнером, то тебе нужно научиться общаться с клиентом, и вести проект по системе ведения проектов. Поэтому ты уже понимаешь, что тебе нужно учить. Там уже, как ты будешь учить, это от тебя зависит. Пойдешь ли ты на курсы, будешь ли ты читать книги, но ты должен уметь общаться и уметь защищать проект. И ты должен выучить систему ведения проектов. Вот как только ты это выучиваешь и сделаешь первый проект хорошо, чтобы не запороть его, ты сразу же попадаешь на следующую ступень. У тебя повышенный оклад, получается повышенные проценты и повышенная, получается, ответственность. Поэтому ты можешь, из-за того, что у нас все понятно, открыто и построено, ты можешь понимать, где ты справляешься и на какую должность претендуешь, а где не справляешься и не претендуешь. Соответственно, и назад тоже действует. Вы только что сказали про проценты. То есть вы используете систему, когда есть оклады и есть проценты от договоров, от делок и так далее. Хорошо, Станислав, последний вопрос по поводу численности вашей мастерской, если вам не сложно. И я очень благодарю вас за все ответы. Было полезно. Спасибо. Я работаю с ближним кругом, так называемым. То есть я вот не работаю с исполнителями на должностях. Иногда только, когда я делаю проект как ведущий дизайнер, тогда, конечно, у меня есть исполнители. Проближний круг это у нас сейчас или семь или восемь человек. Это те люди, которые участвуют в еженедельных совещаниях и которые отвечают за деятельность студии. Это менеджеры, это ведущие дизайнеры, это арт-директора и это руководители студии. То есть у нас семь или восемь человек, если я не могу сказать. А всего на подряде у нас работает столько людей, сколько нужно. У нас есть база проверенных исполнителей, ну, нами проверенных, которые нам подходят. И в зависимости от того, что у нас за объект, мы их нанимаем не на оклад, а на, по сути, проценты получается. И в этом случае, когда, допустим, мы делали Москва-Сити, мы делали его в шесть месяцев, у нас работало 25 человек в моменте. И при этом работало три комплектатора, потому что нужно было найти очень много позиций, которые именно, ну, российские. Там было требование именно российские, чтобы были производители. Вот. В этом случае система позволяет не тратить очень много на сотрудников, на постоянное содержание, а принимать или не принимать тех, когда такая работа уже нужна или не нужна. Спасибо. Санислав, добрый день. Да. Я вот Оресь Фоменко. Последуй, если можно. Да. Меня зовут Оресь Фоменко. Я представляю Белорусский дизайн-клаб. Как раз вы говорили там про сообщество. Ага. У вас есть, да? У нас уже есть, да. Первая там попытка у нас была вайбер-чат такой небольшой, потом оно очень достаточно большой формат такой разрослось сообщество, да. Мы уже не смогли как бы чисто программно, скажем так, пользоваться вайбером и поэтому перешли на Телеграм. Я хотел спросить у вас два, можно сказать, вопроса. Первая это кроме вот канала Ютуб. Видите ли вы перспективу, например, в Телеграм-каналах или между сотрудниками связи с такими же специалистами. Ну вот такая форма, да, как Телеграм-чат. И второй вопрос, который там у нас так, глободневный вопрос, который постоянно в сообществе обсуждается именно в Минске по поводу таких определенных, ну, демпинга, наверное, в какой-то мере. Это по поводу вот этих догоняющих баннеров с бесплатным дизайном. Мы вам делаем бесплатный дизайн, бесплатные планировки и просто каждый раз открываешь интернет и видишь везде эти баннеры. Вот я хотел спросить у вас именно ваше как бы отношение к данному явлению. Ну и все. Ну хорошо, давайте с мессенджеров начнем. Я на самом деле сам не очень сильно люблю и практически не общаюсь. Я состою в нескольких разных таких клубах, закрытых по мессенджерам, но я не очень понимаю, как с дизайнерами там можно общаться. Поэтому для меня это, и как я понимаю, тоже многие дизайнеры не очень сильно понимают. То есть есть Facebook какая-то открытая площадка, есть у нас, допустим, закрытый форум наш, у нас там более тысячи человек, это те люди, которые прошли у нас обучение. То есть там какая-то у нас внутренняя движуха есть. Мне, в принципе, этого достаточно. Наверное, тема эта актуальна, правильно и полезна, но от меня немножко далекая. Что касается второго вопроса по поводу рекламы догоняющей, это очень правильно. То есть люди молодцы, я ничего не могу сказать, это нормально, то есть как бы профессионалам не казалось, что вот там выскочки, молодые рекламщики, это хорошо. Потому что, на самом деле, каждый клиент находит своего дизайна. Строят очень много и те люди, которым не важно, какой дизайн, то есть есть таких много людей, они не понимают качество, они не понимают, они дизайн заказывают как в магазин за хлебом сходить. Какая-то булка лежит, они даже не могут понять, черствая она или не черствая. Поэтому им нормально, у них есть, наверное, заказы какие-то свои и какие-то люди у них заказывают. Ну, пожалуйста, вперед. А есть другое, совершенно другая какая-то струя, другая глубина, где есть топовые дизайнеры, которые вообще берут там какие-то сумасшедшие деньги, и у них тоже есть какие-то заказы. Есть средний дизайнер, то есть рынок, он очень многогранен и я, допустим, лично никогда не буду по рекламе ориентироваться без проверки какой-то. Поэтому такие заказчики тоже есть, и на самом деле это те заказчики, которые ищут нас не потому, что у нас картинка более яркая, а ищут по сути, по содержанию, когда ты спрашиваешь на первой встрече, почему вы нас выбрали, и он рассказывает, потому что я видел вот то, мне понравилось, я считаю, что вот этот подход этот правильный, я считаю, что вот этот проект у вас качественный, мне больше вот так нравится. Поэтому на самом деле люди фильтруются, не надо переживать, надо делать свое дело, понимать, чем ты отличаешься и именно это транслировать. Это очень большая проблема, заключается она в том, что дизайнер, к сожалению, не умеет себя презентовать, не умеет транслировать, и даже если умеет, не находит времени, из-за того, что работаем 24 часа в сутки практически, из-за чего? Потому что не можем делегировать, а делегирование – это навык, его нельзя в той украске получить, посмотреть схему и начать делегировать, это невозможно, не получится. Это навык, как на велосипеде ездить, его надо постепенно в себе развивать, тихонечку. И многим это сложно, многие в это не верят, многие думают, что мы все-таки сами будем делать. Многие даже не могут понять, что кто-то может делать дизайн лучше их. То есть я так долго думал, что я думал, что я самый молодец, и я такую красивую картинку рисую, что никто так не сделает. И мне один из первых заказчиков сказал, ну ты сейчас начинаешь еще через два года, помяни мое слово, у тебя там будут ребята, которые будут рисовать лучше. Я говорю, да нет, такого невозможно, потому что я быстро делаю и качественно. И что вы думаете, сейчас все мои выпускники, которых я обучаю на курсе визуализации, они лучше меня это делают, быстрее меня делают, они какие-то фишки уже знают. То есть я уже к визуализации вообще не притрагиваюсь. И это замечательно, потому что у меня другие навыки, другое управление. Вот это вот не зашоренность, это вот умение не смотреть там на кого-то, а смотреть именно на себя и вытаскивать свои ключевые компетенции, двигаться вперед, она притягивает тех клиентов, которые нам нужны. Добрый день. Ответил. Спасибо. Добрый день, спасибо за вашу лекцию интересную. Елена, дизайн интерьер. У меня такой вопрос. Вот вы рассказывали о прописанных стандартах для дизайна студии. Есть ли у вас в планах прописать для фриланс-дизайнера как бы выглядели стандарты нашей практики? Точно так же, они универсальны. Есть, да? Здесь нет такого понимания фрилансов или студии. Это лишь форма образования. Потому что здесь имеется в виду профессия дизайна. Неважно, работаешь ли ты на кого-то, либо ты работаешь на себя, либо ты инвестор и хочешь организовать свою студию дизайна. Они универсальны для всех. Самое главное, что они показывают, то что профессия дизайнера, она делится на составляющие. И первое, что нужно это сделать, не нанимать людей, не делегировать, а в голове у себя попытаться разделиться на части. Ты только в голове становится все ясно, все четко и все понятно. Сразу же у тебя получаются бонусы, которые позволяют тебе клиенту объяснять, где начало, где конец. А как только ты клиенту 10 раз объяснил, уже вроде и сам понял. И уже можешь нанимать себе визуализатора, уже можешь нанимать чертежника, ну и так далее. По усложнению. Конечно, проще всего нанять чертежника или визуализатора, поставив задачу. А попробуй менеджера нанять личного помощника. Что он будет делать? Вот что он будет делать, написано и показано. Ну, вытекая из первого вопроса, насколько вы считаете, стоит смешивать именно комплектацию и авторский надзор? Ни в коем случае нельзя. Это большая ошибка будет организационная. Что именно, даже если это не дизайн-студия, надо до клиента доносить, что это две отдельные истории. Они две отдельные. То есть, если вы их смешиваете, значит, у вас не получится отчитаться одновременно и авторский надзор за комплектацию. То есть, вам могут не заплатить, допустим, или придраться по комплектации, а авторский надзор вы тоже с носом останетесь. Но надо разделять, где именно граница. И за каждый договор брать денег. Можно разделить общую сумму на две составляющие. Но вот здесь у меня набор функций вот такой. Я приехал, было закрыто, я постучался, меня не пустили. Извините за выезд, мне все равно должны деньги. А по комплектации отдельная история. То есть, комплектацию ты должна была организовать доставку, принять на месте, сдать прорабу. Вот это, допустим, сделали. То есть, что-то можно сделать, что-то не сделать. Но, чтобы было качественно выполнена работа, и чтобы можно было понять, сделана она или не сделана, нужны критерии, что является сделанной работой. В авторском надзоре что это? Это журнал авторского надзора, и это фотофиксация. Все, вот ты пришел, ты сделал, ты отчитался. У тебя галочка плюсик. Ты можешь предъявить это документами. Если смешивать сюда еще и комплектацию, то и комплектацию, там, если где-то что-то не сдашь, и это не сдашь. В итоге, ни те, ни те деньги не получишь. Дальше, если расширять эту всю историю, обычно авторским надзором занимается дизайнер все-таки, а комплектация, она более требовательная ко времени. То есть, там на фулл-тайм может два человека работать. Дизайнер в это время может приезжать на объект только один раз и в это время заниматься другими проектами. Потому что дизайнер пошел в дизайн в основном, чтобы делать качественные, интересные проекты, придумывать, общаться с клиентом. То есть, ему не хочется договариваться с магазинами о скидках и о всех делах вот этих. Он не за этим пришел в профессию. У него в голове именно вот это. А есть комплектаторы, которые вот на этом собаку съели, они им дают с кем-нибудь договориться, с кем-то там заключить контракт, заработать денег. И у них психотипы на самом деле разные. У дизайнера это красота, а у комплектатора деньги. Но чтобы дизайнер творил красоту, нужно, чтобы кто-то зарабатывал деньги. Потому что, и опять же, возвращаясь к процентам, те проценты, которые заработал комплектатор, они частично возвращаются к дизайнеру, который работал на проекте. То есть, он тоже мне становится обижен. Вот в этом плюс. То есть, надо здесь многогранно смотреть. Плюсов здесь много. Именно деление. Не только вот в этом. Спасибо. Распределение. Комплектатору отходит примерно 20% от того, что он добыл. 80% отходит в студии. И на всю группу, если я не ошибаюсь, у меня прописано, по-моему, 10% на всю группу, которая делала проект. Вот добытого. То есть, они как бы получают помимо зарплаты, помимо бонуса со своих проектов, они еще потом постфактум получают еще деньги за комплектацию. Слав, добрый день. Меня зовут Игорь. Вопрос такой. Вот у вас те дизайнеры, которые будут удалены. Для них какой-то есть норматив, допустим, там, не знаю, там, за квадратный метр, там надо... По деньгам или по времени? По времени. Есть, конечно, стандартные какие-то истории. То есть, какие-то есть у вас нормативы? Да, да, да. Еще вопрос. Это не то, что к ним, это в целом по индустрии есть понимание, сколько должна делать стая или иная работа. Понятно. Вот вы сказали, что вы работаете как сейчас, как арт-гердиректор. Да. Вот вы, я так понимаю, обсуждаете проекты с главным дизайнером. С ведущим, да. И с ведущим. Вы это лично делаете? А, то есть, это лично. Конечно. И еще вопрос такой. Вот если не брать комплектацию, как вы считаете вообще вот эту студию дизайна, это может быть бизнесом или это такое чисто... Чисто. Самозанятность. Самозанятность, да. Мы считали, мы же такие замороченные ребята, у нас была калькуляция, мы как не считали, когда у тебя пять человек и вот такая вот организация, она на самом деле все равно съедает ресурсы. когда ты один, у тебя будет самозанятность, ты будешь получать хорошую зарплату, достаточно хорошую, особенно с процентами, но будет постоянно заняться сто процентов. Если ты нанимаешь несколько человек и начинаешь делать проекты, ты не можешь заработать без комплектации, потому что ты будешь точно так же получать зарплаты. Мы по-всякому считали, экономика не сходится, можно провести, попробовать упражнения и мы с ребятами считали, которые у нас курсы проходили, никак не сходятся. Поэтому только комплектация и только управление. Без этого студия, ну, в принципе, бессмысленно. Ну, в основном, я так понимаю, дизайнеры же не только картинки рисуют, но и стараются реализовывать. Поэтому это гораздо интереснее. Станислав, добрый день. Меня зовут Светлана. У меня вопрос по поводу программ. Используете ли вы какие-то программы, которые вам помогают управлять проектом дистанционно? Бэйс Кэм, да, конечно, Бэйс Кэм. Мы сейчас разрабатываем еще свою программу. Самое главное, короче, в этом всем, это еще и система отчетности. То есть для того, чтобы понимать, кто сколько работал, кто сколько заработал, нужно считать время. Время считать достаточно тяжело, но это надо делать. И потом все это дело, если у нас там не 10 человек, даже 10 на самом деле тяжело, представьте, что у нас 30 человек, и каждому надо выдать сколько-то денег. Кто-то поработал на проекте допустим несколько часов, он тоже должен получить там свои тысячи рублей, например, по этому проекту. И вот это все нужно считать и сводить воедино. И вот для этого мы сейчас поняли, да, что нам не хватает Экселя. В общем, в Экселе мы тратили примерно 15 тысяч рублей, ну, нам обходила себе стоимость посчитать, кто сколько будет получать. То есть такой половина бухгалтера, можно сказать. Каждый месяц мы просто считали, в год это там около 300 тысяч, мы просто выкидывали на то, чтобы посчитать, сколько мы тратим денег. Сейчас мы сделали, упростили эту историю и хотим ее автоматизировать, чтобы можно было с телефона, ну, практически одновременно с тем, как человек делает, он помечает просто время свое, это все уходит на проверку и практически в автоматическом режиме это можно будет делать за час. И эта штука очень важна, и я думаю, мы даже дадим возможность другим компаниям там участвовать и считать время. То есть просто вы в начале пути программируете именно ваш подход, то есть программируете, сколько кому вы платите, сколько кому процентов отходит. И в итоге в конце месяца она сама определяет, кто сколько бонусов получит, кто не получит, ну и так далее. Вот такую штуку мы сделали, в принципе логика складывается, я думаю, скоро мы ее доделаем, презентуем, наверное, в следующем году после стандарта профессии. Будем этим заниматься. И система введения проектов, конечно, у нас в Basecamp, но подходит любая абсолютно. Вот у вас есть, наверное, здравствуйте, меня зовут Александр, я дизайнер интерьеров. Хотел узнать, вот среди московских сотрудников есть у вас какой-то team building, вы как-то поднимаетесь, боевой дух товарищей, которые, ну, если постоянная работа происходит, ну, немножко, наверное, закисают, устают там, да, может быть, как-то встречаетесь с ними, или как-то, я не знаю, ну, онлайн, наверное, сложно, как-то, вот, какие-то мероприятия, может быть, проводите, поделитесь? Мы, нет, мы встречаемся онлайн каждую неделю, это еженедельное совещание, у нас в конце еженедельное совещание, из чего оно состоит? Оно состоит из зачитывания проекта, который мы ведем, и с пояснением ситуации, собственно, что там по нему происходит, да, и куда двигаться дальше. Записываем цели на следующую неделю. После этого у нас есть успехи, каждый делится успехами за неделю, что он понял, что он открыл, что он хочет поделиться с другими ребятами. И есть пожелания, ну, два таких отдела получается, то есть каждый в конце совещания имеет возможность это рассказать, это все у нас происходит в Google Hangout, то есть с камерами, друг в другу видим. Конечно, это не живое общение, но это и невозможно, потому что у нас все сотрудники, управляющие, работают из разных мест. Кто-то в Москве, кто-то в Питере, кто-то там, в разных местах находится. Поэтому, на самом деле, в этом ничего страшного и проблемного нет, если есть камеры, если есть интернет. Ну, вот мы уже очень долго работаем и все нормально. Станислав, день добрый. Благодарю за текст, очень интересно. У меня один вопрос, у меня зовут Юрий Лешной, я дизайнер. Хотел спросить, чем отличается комплектация вашего бюджетного проекта от VIP-проекта? То есть, в чем отличие? Понятно, цена одна, а VIP-цена совершенно другая. В чем? Одинаково. Окей, а когда человек говорит, мне, допустим, нужен интерьер за 15 долларов, а второй говорит, мне нужен интерьер за 40 долларов, в чем будет отличие? Как вы будете работать? Вы что имеете в виду? Покупка мебели или что? А нет. За 15 или за 40? Ну, я имею в виду, что сколько будет проделана работа за... Одинаково. То есть, без разницы выбираешь, что ламинат или массив дорогой. То есть, у тебя прописано в порядке работы комплектатора, какая у него? Во-первых, понять, какое покрытие, все-таки утвердить, это первое, что нужно сделать. Потом понять, ну, ламинат, опять же, либо все-таки массив это будет. Понимаешь, допустим, что ламинат. Последовательность сохраняется. Конечно, ты должен понять, у кого купить этот ламинат, у кого дешевле, выбить скидки, договориться о том, что сколько будет метраж, сколько будет запас, договориться о привозке, потом все это дело принять, посмотреть, что там все нормально, без брака, и сдать строителям. Все одинаково, что для ламината, что для массивного паркета, допустим. Смысл в том, что наша работа такая же, а клиенту, конечно же, выгодней. Получается, это не эконом проекта, получается все-таки, а чуть более продвинутый. Бизнес-класса и премиум-класса. Если клиент говорит, я сам все, то мы чаще всего даем ему рекомендации, как ему самому. по этому чек-листу, что ему нужно сделать. То есть, по сути, мы ему даем вот этот вот чек-лист по менеджеру, из чего, вернее, по комплектатору, что ему предстоит делать. Потому что иногда он даже не задумывается. Ему кажется, что он пошел в магазин, заплатил деньги, завтра у него на объекте уже все положено. В жизни не так. Позиции много, и он не понимает, что в жизни не так. Для него это, походу, булочное. А для нас это целый чек-лист из 15 позиций. И если он говорит, я сам, ну вот хотя бы проверьте вот это, или отдайте там вашему прорабу, пусть он все это дело проверит, чтобы было качественно. Такое тоже бывает. А когда клиенты хотят больше, чтобы мы это сделали, понимают, ой, нет, давайте вы этим будете заниматься, клиенту не проблема платить. То есть, на круг получается примерно 150 тысяч рублей в месяц человек платит. Я делал себе много объектов сам. Я лично платил нашей студии 150 тысяч рублей в месяц сам вот прям. Хотя я не богатый, да, клиент, я как бы, ну, я даже не скажу, что там нормальный бизнес-класс. Но я платил эти деньги, просто я понимал, что я работаю у себя на работе, заработаю больше и заработаю тем, чем, к чему у меня душа лежит. Я не хочу разбираться в этом там, в бетоне, там, в ламинатах, в подрезках, вообще всех этих вещах. Я взял там два человека, плюс архитектор, назначил их между ними роль и ответственность и сказал, подписал договор с одним и дальше принимал уже результат. Мне было выгоднее 150 тысяч заплатить, там, 4 месяца мы это делали, чтобы получить готовый объект, готовый к эксплуатации и вообще туда не ездить. Вот таких людей много, у которых есть основная работа, в том числе, и которые хотят доверить свою работу профессионалам. Мы на них и ориентируемся. Задавайте, задавайте. 5 минут. Давайте. Вопрос, вот, хотели рассказать про бренды, вообще, как продвигать, как, по вашему мнению, продвигать вообще бренд студии, например, у вас, например, студия, имени ваша, Станислава Орехова, вот, или продвигать как-то название бренда, или вообще одни, вообще, одной личностью, вообще, как, вот, если, например, даже в Ютубе, да, например, тогда одна личность, да, что вы, как говорится, всегда рассказывали, как вообще лучше, вот, советовать. Личный бренд, именно по личности, он работает лучше всего, то есть, это самое лучшее, когда ты продвигаешь свой личный бренд, ну, тогда, во-первых, люди любят покупать и вообще общаться с человеком, а не с компанией, никто не любит с компанией общаться, любит общаться конкретно с человеком, это первое, то есть, уже плюс. Второе плюс, то, что ты, вне зависимости от того, какая у тебя компания будет, или что будет делать дальше, ты развиваешь именно свой личный бренд и ты можешь там ходить на выступление и тебя будут, именно тебя знать, уйдешь в другую компанию либо организуешь другую компанию, у тебя сохраняется репутация. Это выгоднее делать и тенденция как раз таки в этом и сейчас идет к том, чтобы накапливать личный капитал, поэтому, конечно, личный инстаграм, личный там, блог, и вообще лично себя надо продвигать, желательно. Минус в этом тоже есть, что когда у тебя компания, ты можешь расхраниться от дела, уехать там на море, ничего не делать, здесь не получится, то есть тебе постоянно надо быть в движухе в работе и в каком-то вот таком медиапространстве. Это будет работать, если тебе нравится то, чем ты занимаешься, это дело твоей жизни, вне зависимости от денег. То есть я занимаюсь тем, чем я занимаюсь, сам, вне зависимости от того, будут мне платить, не будут, я сам готов платить за то, чтобы делать там дизайн, делать студию, разрабатывать стандарт, стандарт мне стоил более миллиона, могу сказать, просто разработка его, ну лично, просто денег заплатил сотрудникам, чтобы кто-то помогал мне это все дело писать, полтора года мы делали. Поэтому, когда ты этим говоришь, когда ты это делаешь, ты не можешь иначе. Вот в этом случае личный бренд имеет смысл продвигать. Когда компания, и ты хочешь себя скрыть, тогда можно компанию. Но это будет подпродвигаться, люди не очень любят компанию, и это очень много денег стоит, там, как Coca-Cola, например, других компаний каких-то сильных, тяжело, да? Давайте. Все? Отлично. Давайте последний сейчас и будем объявлять следующий. Санислав, еще один маленький вопрос. Вчера просто как раз был на промышленный форум Пушка, такой проходил в Башне Меркурии. Очень интересно, там, векцию читал Слава Саакян, он такой продукт-дизайнер именно. И как раз мы затронули тему замены человеческого как бы интеллекта, машинным интеллектом, искусственным интеллектом и так далее. Вот при такой детальной автоматизации, как вы считаете, в будущем возможно все-таки замена определенных ролей, определенных специалистов, скажем так, искусственным интеллектом? Спасибо. Хороший вопрос, интересный. Ну, не могу сказать точно, да, потому что все может случиться. Если поразмыслив, многие вещи, конечно, будут автоматизированы. То есть, бухгалтерия точно, ведение проекта менеджментом точно. К примеру, сейчас, если взять функции менеджера, уже можно понять, что можно прописать с помощью бота некий сценарий, который будет сам отсылать клиенту информацию какую-то. В принципе, в принципе, не очень нужен будет. Если автоматизировать договор и какие-то другие вопросы, наверное, частично можно. Как дизайнера, наверное, нет, потому что дизайнер, это все-таки творческая профессия, она на грани тенденции, последних технологий, общения, понимания. То есть, в основном, если бы можно было точно понять, что клиент хочет, тогда это все можно было бы точно автоматизировать. Но так как клиент иногда сам не знает, что хочет, и именно нужен человек, который поможет ему понять, что он хочет, в этом случае, конечно, иногда чаще всего. Ну да, чаще всего. Спасибо всем большое. Надеюсь, ответы были полезные, интересные. Друзья мои, если кому-то будет интересно ознакомиться со стандартом профессии, то я буду здесь весь день. Подойдите, в блокноте запишите свою почту, свой e-mail, и мы вам вышлем приглашение и вышлем вот эти документы. Вы сможете с ним ознакомиться. Я жду от вас обратной связи для того, чтобы сделать его лучше и более детально. Спасибо всем большое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok